21 марта на базе ОАО «Гомельстройматериалы» чествовали лауреатов ежегодного республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» за 2018 год. Так, сразу в нескольких номинациях признан лучшим Гомельский химический завод. Дипломом «Стабильное качество» отмечены несколько предприятий области. Среди них «Гомельский мясокомбинат», «Мозорские молочные продукты», «Кондитерская фабрика Спартак», «Калинковичский мясокомбинат». Всего в различных номинациях награждены 30 предприятий области. За поддержание высокого качества выпускаемой продукции производственникам региона вручены благодарности Гомельского облсполкома. Популяризация лучшего опыта и обсуждение перспектив развития частного бизнеса. На Гомельщине прошел областной этап республиканской акции «Неделя предпринимательства». О развитии предпринимательства, создании новых предприятий и результативности работы, проводимой в регионах, шла речь на выездной коллегии Комитета экономики облсполкома. Сейчас поступление в областной бюджет от деятельности негосударственного сектора составляет 20%. Еще больше этот показатель в Лельчицком районе – 35%. Повышенное внимание к развитию частного сектора объясняется отсутствием в регионе крупных производств. А потому организация самозанятости населения для местных органов власти – среди приоритетных задач. Еще одна тенденция последних лет – предприниматели все активнее занимают ниши в реальном секторе. Причем, если работа торговых точек ориентирована на местное население, то предприятия часто имеют экспортную направленность. Увеличение загрузки физкультурно-спортивных учреждений, создание специализированных спортивных классов и проведение на местной базе учебно-тренировочных сборов с привлечением зарубежных команд. На заседании Гомельского облсполкома обсуждались пути повышения эффективности использования спортивных учреждений. Сейчас физической культурой в регионе постоянно занимаются около 330 тысяч человек. Это почти четверть от общей численности населения региона и четвертый показатель среди областей Беларуси. Вместе с тем, в областном управлении спорта и туризма соглашаются. Эту цифру можно увеличить. Возможных направлений несколько. Начиная от создания специализированных классов и организации массовых мероприятий, до совершенствования системы скидок на услуги спортивных объектов. Спрос потребителей постоянно изучается. Наиболее востребованными являются услуги тренажерного и игровых залов, бассейна и теннисных кортов. Помощник президента Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел прямую линию и прием граждан в Лельчицах. По телефону обратились пять человек. Некоторые вопросы решали сразу. Так, жительница деревни Краснобережье попросила помочь привести в порядок кладбище, в частности, вырубить ветхие деревья. Представители местных властей пообещали провести эти работы до конца месяца. В районе многое планируется сделать по благоустройству во время субботника, который запланирован на 30 марта. На личный прием в Лельчицах пришли восемь человек. Озвученные вопросы касались благоустройства, трудоустройства, жилищной политики и кредитования. 18 одаренных юношей и девушек из разных уголков региона наградили премиями Гомельского облсполкома по поддержке талантливой творческой молодежи. Торжественная церемония прошла в Белой гостиной Дворцово-Паркового ансамбля. Во время церемонии председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич выразила благодарность родителями-педагогам, которые растят и учат сегодняшних лауреатов. Она напомнила, что сначала именно родные рассмотрели в своих сыновьях и дочерях искру таланта, а потом учителя смогли зародить любовь к музыке и творчеству. Педагоги в ответ говорят, что это большое счастье, когда достижение тандема преподаватель-ученик отмечают на таком высоком уровне. Премии Гомельского облсполкома по поддержке талантливой творческой молодежи вручаются с 1997 года, а ежегодно их получают 18 молодых людей. Сумма премии составляет от 5 до 15 базовых величин. Редактор субтитров А.Семкин